В преддверии старта 32-го Всероссийского турнира по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера Советского Союза Галины Горенковой в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, где заслуженный тренер России Елена Арайс и первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Хромов рассказали о славных традициях Омской школы художественной гимнастики, которая в этом году отмечает свое 70-летие. В прошлом году отметили 80-летие художественной гимнастики в России. Художественная гимнастика – это русский вид спорта. Он родился в России, в Санкт-Петербурге. И, может быть, вот поэтому наши гимнастки самые лучшие в мире уже на протяжении очень многих лет. Что касается города Омска, то, конечно, наши великие победы начались с Галимой Шукуровой, которая приедет на наш турнир и будет присутствовать на нем с Галиной Павловной Горенковой. В памяти которой мы проводим эти соревнования, именно Галима стала первой чемпионкой мира из Омска и первой чемпионкой, абсолютно чемпионкой Европы. Мы достойно несем звание Омской школы художественной гимнастики. Благодаря Центру художественной гимнастики, который открылся в 2002 году, конечно, условия очень сильно изменились в лучшую сторону, и у нас начались более-таки большие успехи. Ну, это, конечно, выступления на Олимпиаде в Афинах Ирина Чащина и Серебро, и так дальше пошли Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка, Маргарита Олегчук, олимпийская чемпионка, Ксения Атуткина, олимпийская чемпионка, Вера Бирюкова, олимпийская чемпионка. В общем, мне кажется, что как бы, ну, девочки работают, мы все работаем и гордимся вот тем, что мы именно представляем Омскую школу художественной гимнастики. Не обошли стороной спикеры и вопросы материально-технической базы. Заместитель министра спорта поделился планами по ее укреплению и развитию. Ну, у нас база одна из самых лучших в стране для сегодняшний день. Более того, учитывая то, что у нас вот такая база, на которой уже создана полностью вся структура и инфраструктура для подготовки спортсменок высочайшего класса, и самое главное, там собран уникальный теннисский состав, коллектив, который позволяет именно этих результатов достичь. На сегодняшний день наш центр художественной гимнастики обладает всем для того, чтобы это была кузница чемпионов. У нас есть два зала, один старый зал, вернее здание, одно старое здание, относительно другое новое здание. Нам завидуют многие регионы о том, что у нас такой центр есть, и мы этому рады. На сегодняшний день, учитывая то, что у нас вот такой шикарнейший состав тренерский, о том, что у нас материальная база великолепная, мы инициируем создание инновационной площадки, вот именно на нашей базе в центре художественной гимнастики. Это будет федеральная инновационная площадка, у нас там такие есть. Первую площадку мы уже прошли, это на базе велотрека, тоже уникального спорта сооружения. Сейчас очередь в центре художественной гимнастики, потому что они на самом деле заслужили. У нас там есть возможность проживания, у нас есть возможность питания, и самое главное, у нас есть возможность тренироваться и восстанавливаться. И разумеется, невозможно было не отметить огромный вклад Галины Павловны Горенковой в развитие Омской школы художественной гимнастики. Галины Павловны уже мне 34 года с нами, но надо понять о том, что от сорнируют 32 года. То есть, представляете, какое было уважение Галины Павловне о том, что 32 года назад этот турнир сформировали, и его не уронили, его продолжают нести. На начальном этапе этот турнир проживался не в центре художественной гимнастики, а на Красной Звезде, там, где Галина Павловна всю жизнь свою работала. А потом уже Федерация художественной гимнастики в Омской области подхватила этот турнир и сделала его уже всероссийским, мастерским. А это самое главное. На сегодняшний день я считаю, что память Галины Павловны, она увековечена тем, что девчонки, которые приезжают и побеждают, и становятся мастерами спорта, вот именно на турнире имени Горенковой. Приглашаем всех поклонников грации и красоты на соревнования, которые откроются 1 декабря в центре художественной гимнастики.